А на других вот этих вот объектах, которые мы делаем, там система видеонаблюдения не предусмотрена. Да, у нас только единственный объект с видеонаблюдением. Защита городских парков и скверов от вандализма – вопрос, который требует особого внимания. Тем более, что в этом году в порядок приводится множество общественных территорий, 11 из них при финансовой поддержке компании «Фусагра». Поэтому в ходе рейда по ремонтируемым объектам директор Блаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев обязательно интересуется, как будет осуществляться наблюдение за парками и скверами. К примеру, на набережной оросительного канала в 8-м А микрорайоне видеокамеры – вопрос решенный. Территория, если бы вы изначально приехали, здесь вообще была вся заросшая, заброшенная, то есть она смотрелась как пустая. Сейчас вот уже, видите, даже люди ходить начали, то есть это уже сформировалось как парковая зона. На городском пляже в первом микрорайоне, который также благоустраивают благодаря «Фусагра», видеонаблюдения тоже лишним не будет. Здесь в разгар купального сезона отдыхает почти весь город, а вот в межсезонье пустынно, а потому без надзора оставлять благоустроенную территорию просто нельзя. Проговорили сегодня вопрос, как будет обеспечена охрана, видеокамеры, куда будет выводиться, тоже этот вопрос сейчас прорабатываем. Самое главное, конечно же, это относиться по-человечески ко всему. Я надеюсь, что балаковцы это оценят. На благоустройство общественных территорий Балакова компания «Фусагра» дополнительно выделила 170 миллионов рублей. И хотя реконструкция парков и скверов проводится ежегодно, бюджетных средств на всё не хватает. И если бы не эта финансовая поддержка химиков, то 11 территорий ещё долго ждали бы своего звёздного часа. Изменилась ситуация в городе с точки зрения обеспечения комфортной среды именно для жителей. Это дворовые территории и тротуары. Ну, конечно же, мы не могли остаться в стороне от столь масштабной реконструкции вот этих вот скверов. И было принято единогласное решение, что мы участвуем в этом проекте и будем финансировать. Выбрали вот эти 11 объектов, наиболее актуальные и пользующие спросом у жителей для того, чтобы здесь сделать и игровые площадки, и тротуары, и озеленение, освещение. Работы по благоустройству идут бодро и в некоторых случаях даже с опережением графика. Большинство общественных территорий ремонтируются, а некоторые создаются буквально с ноля на заброшенных пустырях. К примеру, возле СОЖ номер 28 появится школьный сквер на месте зарослей. Сейчас здесь обустраивают пешеходные дорожки, а совсем скоро проведут озеленение с применением современных технологий. Газон у нас посерной или ровный? Нет, мы будем гидропонику делать. Гидропосев, да? Гидропосев, они там до 2000 метров в смену проходят. В сквере на проспекте Героев тоже кипит работа. И хотя по проекту здесь проводится ремонт пешеходной зоны, обсудили заодно и возможность реконструкции поклонного креста, чтобы вся территория выглядела законченной. Такое же замечание о необходимости внести дополнение в проект было сделано и в сквере на улице Тернавская. Пока себе на заметку возьмем вот этой стороны вот этот бордюр, потому что я говорю, что оно будет смотреться, но не закончится. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев отмечает, нет ничего страшного в том, что в ходе ремонта вносятся изменения в проекты. Когда начинаешь воплощать это уже в жизнь, конечно, уже взглядом смотришь живую немножко по-другому и понимаешь, что здесь лучше сделать так. И как раз вот именно цель нашего вот этого объезда – как раз увидеть вот эти нестыковки, да, и для того, чтобы сделать красиво и правильно. По всем объектам, которые ремонтируются в рамках соглашения с компанией «Фосагра», установлены четкие сроки окончания работ. Подрядчики обещают – все успеют вовремя. Продолжение следует...